Друзья, всем привет! Вы на канале Жить Краснодаре. Сегодня 14 сентября 2019 года. Помните, я вам по зиме снимала видео о том, что наши подписчики купили участок рядом с нами. Вот, это было сразу после Нового года. А вот сейчас в сентябре Женя приехал с Омска, в общем, наводить порядок на своем участке. Участок за лето, трындец как зарос, вот это все, смотрите, тут трава была везде по пояс, плющ, все, все, вот прямо вот везде плющ, этот хмель, вот они сейчас, вот, смотри, что делают. Все спиливают, короче говоря, чистят. Вон Женя уже какой сток сена сделал, за день это вот он все вычистил, практически весь участок. Вот этот получается, вот тоже, видите, все будут убирать, это вообще, вот, в прошлом году вот этого всего не было. И вот такая тут трава стояла везде, на всем участке. Пять соток уже не участок такой же, как у нас, а наш вот через соседский. Вот это соседский, а вон там вот наш, наш уже. В общем, все, все сегодня решили порядки, порядки понаводить у себя на участке. Хотите, я вам покажу домик? Это получается садовый домик, мы же живем в садовом товариществе, и практически везде у нас уже участки выкуплены, и стоят вот такие вот большие красивые дома. Редко где вот такие домики еще. Вот. В общем, Женя купил за миллион семьсот пятьдесят в прошлом году. Они хотят, конечно, тут построить большой дом, и сейчас у них вот это вот все в планах. Ну, это сложно же подготовиться, однозначно подготовить переезд. А в этом домике вполне можно жить. Пойдемте, я вам его покажу. Дом газифицирован, в него подведен свет и вода. Вполне можно вот так вот здесь не на летом. В следующее лето они, скорее всего, приедут с семьей. Здесь вполне можно жить. Конечно, тут беспорядок. И протекает крыша. Видите, вот сейчас нету запаха. А весной мы сюда с Вовой приходили, но открывали окна, чтобы проверить. Конечно, запах такой прелый был. Вот. Есть душевая кабина, стоит газовая колонка на отоплении. Там где-то септик прорыт, вода есть. То есть, здесь вот снимали раньше этот домик, окна пластиковые. Вот, у людей стояла кухонька. Кухонька. Вот здесь стояла стиральная машина. И где-то у них вот холодильничек. Вот тут вот где-то сбоку стоял небольшой холодильничек. Там жила семья. Муж, жену и маленький ребенок. И вот такая вот комната. Вполне можно летом, мне кажется, если оборудовать здесь, то вообще будет просто шикарный домик. Я уже, когда заходила проветривать дом, открывала окна, у меня, знаете, уже мысли такие. Так, а как бы я, вот можно было бы такую тут уютную комнатку сделать. Я бы сделала тут вот так, вот так. Сюда поставила бы кровать, сюда бы диванчик. То есть, сюда вот так. В общем, вот так. Вполне, да, можно жить. И многие писали, что это очень дорого, что Женя очень дорого купил. У нас в садовом товариществе продаются просто участки с реальными садовыми домиками, где жить нельзя, где нет ни газ, ни подведен ничего. Короче, в районе двух миллионов. А тут, если все до ума дойти, вполне можно использовать как летний домик. И даже жить здесь на тот момент, когда будет строиться основной дом. Я, честно говоря, даже немножко завидую Жене и его жене Тане. У них сейчас такое вот... Они уже купили этот участок, и сейчас у них, знаете, такой период жизни, когда они планируют свой дом, они думают, ну, знаете, вот этот вот период ожидания, период, ну, когда ты мечтаешь о чем-то, ты думаешь, а как это будет. Вот это вот самый классный, самый классный период. Не когда ты уже живешь, а вот именно вот этот период, ну, как, как это называется. Вот, господи, напишите мне, как это называется. Мне кажется, у всех вот этот, когда ты мечтаешь о чем-то, идешь к этой цели потихонечку и представляешь, как у тебя это будет. Вот, тут шикарно все виноградом заплетено, да, вот здесь можно поставить столик и завтракать, и ужинать. В общем, когда тут... Сейчас они все уберут, тут вообще будет участочек, просто конфетка. У нас очень-очень хорошее расположение и садового товарищества, и наших участков в самом садовом товариществе. Погода стоит просто офигенно, шикарная. Ночью вот так вот прям прохлада такая, знаете, градусов, наверное, 18. Вот так. А днем тепло, не жарко, а вот прям теплая-теплая, хорошая. Думают, что сделать с этим деревом. Они думают, Вова говорит, может, это что-нибудь вкусное, может, не будем спиливать, а оно потом подрастет. Женя говорит, спиливает. Я обязательно, Женя мне дал разрешение, обязательно буду снимать, как, ну, что будет происходить с этим участком. Возможно, это будет не в ближайшее время, но потом, когда Женя будет ремонт, когда будет строительство здесь. В общем, я буду обязательно все снимать. Я думаю, это многим будет интересно. Все, друзья, всем пока!